И предложение темы. Не сидишь дома, платишь штраф на Роспотребнадзор. Полиция и работодатели региона начали следить за тем, как жители соблюдают режим самоизоляции. К примеру, сотрудников компании «Алроса» регулярно проверяют их коллеги. Проверки не минуют «Айхал» и «Удачный». Контролеры обходят в среднем 4 дома в день. Наблюдатели фиксируют, соблюдают ли режим самоизоляции сотрудники, которые не ходят в эти дни на работу. Таким работникам по условиям договора выплачивают 2 трети заработной платы. Если работника «Алроса» дома не застали, информацию передают в полицию. Напомню, 31 марта Госдума утвердила штраф из-за нарушения карантина во время угрозы эпидемии. Теперь, если гражданин без оснований покинет дом в условиях угрозы распространения вируса, ему грозит штраф до 40 тысяч рублей. Ужесточается и уголовная ответственность. Если нарушение повлечет массовое заболевание людей, нарушитель режима заплатит до 700 тысяч рублей. А гибель другого человека, пусть и по неосторожности, грозит штрафом в 2 миллиона рублей, возможное лишение свободы до 5 лет. На сегодняшний день зафиксированных случаев несоблюдения самоизоляции нет. Надеюсь, что люди также осознанно подойдут к данному вопросу и будут оставаться дома. Добавлю, что с 30 марта в Якутске, Нерюнгринском и Мирненском районах объявлен режим полной самоизоляции. Жители этих регионов не должны покидать своих домов за исключением крайней необходимости. Можно выйти в ближайший магазин, вынести мусор, выгуляют домашних животных, но строго вблизи своих домов. На работу могут ходить только те, кто по долгу службы обязан это делать. До 6 апреля в районе запрещена продажа алкоголя, ограничена работа общественного транспорта.